Искусственный интеллект у автомобиля, АБС или система автоматической парковки успели стать привычными опциями, которые существенно упрощают жизнь автомобилистам. Умными становятся и сами дороги. Заплатить за проезд по коммерческому участку трассы или узнать о пробке, не выходя из машины, позволяют, в том числе, интеллектуальные транспортные системы. О том, как они развиваются, смотрите в новом выпуске программы «Бизнес-вектор». Интеллектуальные транспортные системы для России – это сфера относительно новая. Разработка умных дорог ведётся всего несколько лет, но за это время сделан существенный шаг вперёд. А саму тему всё чаще поднимают как представители бизнеса, так и власти. Знаковой площадкой для обсуждения стал Московский международный конгресс по интеллектуальным транспортным системам. На этот раз он прошёл в стенах торгово-промышленной палаты. Участники встречи подвели итоги уже проделанных работ и подтвердили, что России и ТЭС нужны. За 20 с лишним лет развития транспорта при новых реформах, при том, что бизнес работает совершенно по другим законам и принципам, возникла самая необходимость о том, чтобы работать не просто механически, а по-научному. Как создавать правильную логистику, как правильно перемещать груз, как правильно сократить сроки его доставки, себестоимость снизить. В мире над вопросом максимальной интерактивности и безопасности дорог задумались ещё в 70-е годы. Первыми внедрять технологичные новинки на магистралях стали японцы. Затем эстафету приняли США и Европа. И только потом Россия. Но это отставание скорее преимущество. Законный проект об интеллектуальных транспортных системах ещё не принят. Над его разработкой трудится комитет ТПП по транспорту и экспедированию совместно с Союзом транспортников. Проект очень важен, поскольку грамотно выстроенная система подстегнёт экономический рост и определит инновационный вектор развития промышленности. Лучшие примеры западного опыта будут приняты на вооружение. Мы подключили, конечно, всех в стране учёных, все конструкторские проектные бюро, которые занимаются этими делами. Начинаем, безусловно, с ГЛОНАСС, который лидер в этих делах. Привлекать, кроме наших учёных, другой зарубежный опыт. Мы его изучили, как там делается всё. Но не всё, так сказать, один к одному можно принять в наших условиях. А что полезно, это всё принимают. Ещё предстоит определить бюджет и долю госучастия. В мировой практике частный капитал покрывает порядка 80% всех затрат на развитие транспортной инфраструктуры. Остальные 20% выделяют власти. Бюджет Австрии на инвестиции в сфере ИТС составляет порядка 400 миллионов евро. Приоритетные проекты финансируются не только за счёт средств Министерства транспорта, но и других источников. Это может быть государственное партнёрство. Возможно, за счёт средств Европейского или Всемирного банка. Выгодно такое сотрудничество и государству, чьи затраты превратятся в инвестиции с большим потенциалом окупаемости. Мировой рынок ИТС активно развивается и уже превышает 400 миллиардов долларов. Существенным будет и вклад в экономику. Дорожные пробки съедают от 1 до 2% ВВП в зависимости от страны, что в соотношении Европы представляет огромную сумму. Инвестиции в ИТС всего от 5 до 6 или 7% этого объёма. То есть, вкладывая небольшие суммы, мы получаем солидную экономию через несколько лет. Или рост экономики на 4% в год. Такой прогноз от внедрения ИТС в России делают эксперты. Темп здесь задаёт Татарстан, где успешно стартовал целый ряд проектов. От установки фото- и видеорегистраторов до интерактивных путевых листов. В Санкт-Петербурге умные технологии уже сделали прибыльным общественный транспорт. Кроме того, северную столицу и Хельсинки свяжут интеллектуальный транспортный коридор, буквально пронизанный интерактивными сервисами. Обеспечение взаимодействия систем экстренного вызова при аварии. Создание совместных решений для оплаты покупок или пополнения телефонного счёта через интернет на данном направлении как в России, так и в Финляндии. При этом российский исполнитель, наш партнёр по этому проекту Яндекс.Деньги. Система информирования пассажиров о маршрутах движения. В дальнейшем трасса прирастёт новыми участками. До Стокгольма в северном направлении, а также из Москвы на восток. Несмотря на эти пока только локальные успехи, у России есть огромный потенциал. Наше основное конкурентное преимущество в гонке за безопасной и умной дорогой – система ГЛОНАСС. Сейчас на её базе федеральный сетевой оператор навигационно-информационной системы реализует программу «Эра ГЛОНАСС». Она сократит время реагирования экстренных служб при авариях на дорогах. Но главное – умные технологии могут стереть с дорожного полотна пробки и сделать поездку более приятной и безопасной.